По данным председателя Кузнецкой контрольной счетной палатны Галины Трейстер, в прошлом году было проведено 9 контрольных и 5 экспертно-аналитических мероприятий, 7 тематических проверок и 1 ревизия финансово-хозяйственной деятельности. Общий объем выявленных нарушений в денежном эквиваленте оценивается в размере около 35 миллионов рублей. На представление ОПСП ответы получены в полном объеме. Согласно полученным информациям, нарушения устранены практически полностью. Но так ли это на самом деле, покажут следующие проверки. Для объективной оценки ситуации были выслушаны разъяснения руководителей предприятий и организаций, где обнаружились нарушения. Продолжительное время занял вопрос об исполнении наказов избирателей. В основном они касаются жилищно-коммунального хозяйства, потому ответ пришлось держать чиновнику, курирующему данную сферу. Верхъятия примут дорог и тротуаров, дворовых территорий, квартирных домов. Это двинные доли предприятий отроженных наказов, а таких предприятий 44. В мероприятиях сели безопасность дорожного движения, организация работы общественного транспорта, а 14 мероприятий. В мероприятиях сели реконструкции, сети освещения городских улиц, дворовых территорий, квартирных домов. Есть мероприятия. Также горожане ставили вопросы о благоустройстве детских, игровых и спортивных площадок, ликвидации аварийных деревьев. Всего в списке наказов значится 156 пунктов. Большая часть наказов избирателей отроженных мероприятий требует бюджетного финансирования. Есть наказы, связанные с вопросами стратегического развития городских территорий и соответствующих периодах средств требований. Владимир Трошин пояснил, что, например, исполнение одного наказа по установке светофора потребует выделения из бюджета 370 тысяч рублей, а цена вопроса строительства моста по улице Гагарина исчисляется миллиардами. Сами депутаты понимают, что в данной ситуации исполнение всех наказов нереально. Выхода нет. Город, область нам не поможет сфинансировать. Надо находить какие-то оптимальные другие пути, где можно хотя бы частично свои наказы реализовать. Есть целый ряд наказов, которые надо делать. Но делать надо, используя другие механизмы решения. Это инвесторы, это работа с бизнесом. В качестве примера успешного взаимодействия власти и бизнеса глава администрации привел открытие игровых площадок. Деньги на которые собрали сами активные жители и выделили местные предприниматели.